Остались без новогодней сказки. Барнаульцы, которые приобрели декабрьские туры на Хайнань, не смогут вылететь на отдых. Туроператор по Китаю «Жемчужная река» приостановил продажи туров на Хайнань из краевой столицы. Официальной причиной туроператор назвал загруженности аэропорта в Санье, в связи с чем авиакомпания «Лроса», осуществляющая перевозки на остров, не продлили разрешение на выполнение чартерной программы в аэропорт в Санье. Чтобы избежать критических ситуаций, «Жемчужная река» прекратила полет из Барнаула до января 2019 года. Теперь туристы, которые уже забронировали отдых на это время, могут либо перенести поездки, либо попытаться вернуть свои деньги. По закону процесс возврата денежных средств достаточно простой и достаточно недолгий. В связи с тем, что оператор не выполнил взятые на себя обязательства, по заявлению агентства денежные средства возвращаются на расчетный счет агентства и соответственно агентства выдают их своим туристам. Но практика опять же показала, что оператор всячески затягивает процесс возврата денежных средств. Возвраты, в принципе, если не подключать судебный порядок разрешения споров, длятся несколько месяцев. Первый вылет на Хайнане с Барнаула состоялся в августе этого года. На старт откладывали трижды. Жемчужная река сразу привлекла клиентов низкими ценами. Например, стоимость недельного отдыха на двоих, включающая перелеты проживания, опускалась до 28 тысяч рублей. Уже в ноябре начались проблемы с расселением туристов. Прилетев на остров, они обнаруживали, что их места в отелях заняты. Всего за пару месяцев из Барнаула в аэропорт Сяне вылетели более тысячи отдыхающих. Сейчас на Хайнане остается несколько десятков барнаульцев. Туроператор дал слово до 31 декабря выполнить шесть вылетов для вывоза туристов. На остров самолета отправятся пустыми.